Сейчас он ездит так, что догнать его нельзя. Им за 60, но душой они на льду. На бесплатный сеанс организованной ледовой арены имени Третьяка пришли в приподнятом настроении в сумке коньки и пара сменных носков. Владимир Болотский в свои 84, бодр и полон сил. Первым мы катались около речки, там, где дом быта. А потом закрылись, сюда пришли. Как вам лед здесь? Нормальный, хороший. И люди хорошие, обслуживающий персонал хороший. А здесь, как вы, в салочки играете или что? Не, играть у нас не положено, не положено. У нас и фигурные элементы тоже нельзя делать. Ну, делают некоторые. В добрые часы могут бесплатно кататься школьники, студенты, многодетные семьи и даже люди с инвалидностью. Никаких ограничений по возрасту и справок. Нужно только желание разнообразить свой досуг. Ни зимой, ни летом, в любое время года на этот час найдется свой посетитель. Работают все сервисы, которые предусмотрены на арене. Это и прокат коньков, заточка коньков, кому нужно. Нет никаких ограничений, куда нельзя сходить или попасть. Добрые часы арена организует по несколько раз в неделю. Один день, как правило, выпадает на выходной, когда на льду максимум посетителей. Я офицер запаса, на коньках катался мало, но с 2008 года меня взяли в ансамбль ветеранов танцев на льду «Москвичи». Какую вы сегодня перед собой задачу ставите? Задач никаких. Просто отдохнуть, покататься. В этом году мы провели полную растопку катка, обновили целиком полностью ледовое покрытие, техобслуживание полное провели, заменили краску льда. К веселым катаниям администрация ледовой арены относится серьезно. Рядом дежурит врач, а в зале установлена кнопка для его вызова. Коньки, лед – все-таки травмоопасное увлечение. Моя задача – обеспечить безопасность на льду, комфорт. Моя задача еще заключается в том, чтобы обучить как и младших наших посетителей, так и взрослых навыкам фигурного катания. Достаточно просто показать пару легких движений, и у нас все прекрасно. Особенно под музыку катаемся. Тренер у нас тут есть. Мне нравится. Для души, для тела, чтобы в дом не сидеть. Настроение появляется. Жить хочется. Те, кто давно не вставал на коньки, меня сейчас поймут. Это действительно эмоции и новые ощущения. Три раза в неделю ледовая арена Щелкова принимает льготные категории населения абсолютно бесплатно и предоставляет им возможность прокатиться десятки кругов по такому прекрасному и гладкому льду. За умение создать теплую атмосферу в ледяном пространстве спортивная общественность Подмосковья назвала Алексея Белоусова лучшим менеджером спортивного учреждения. К памятной статуэтке прилагается премия в 170 тысяч рублей. Основная часть, конечно, пойдет на дальнейшую реализацию наших планов, на коллектив на наш и на то, чтобы улучшить ту атмосферу, которая у нас здесь есть. Планов у нас много. Новогодние каникулы на ледовой арене запомнятся посетителям массовыми катаниями у наряженной ёлки и конкурсами, провести которые помогут задорные волонтёры. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щелковское телевизие.